Здарова, безбашенные давакинцы! Я вам тут небольшой гайдик принёс. Вы очень много и часто спрашиваете меня о том, как летать на драконе, допустим, в ту или иную точку. И даже, скорее всего, вы сюда пришли именно из-за этого. Смотри, у меня сейчас в игре нет абсолютно никаких модификаций, кроме всяких там причесок, косметики и т.д. Плюс неофициальный патч. Это важно. На механику у меня ничего другого нет. Показывать всё, что как работает, что куда нажимать, что необходимо, я буду показывать вам на удовинке. Всё, что нам нужно для более удобной, скажем так, перевозки из точки А в точку Б, нам понадобится благословение Талоса на снижение кулдауна Крика. И желательно, но не обязательно, как бы всё это делать, помолиться Талосу и использовать крик перевоплощения дракона. Знаете такой, да? При трёх словах силы он как бы ещё снижает кулдаун на 25%. Это всё не обязательно, это просто для удобства. Дальше вы поймёте почему. Следующие вещи, которые нам прям необходимы, это зов дракона для Адавинга, чтобы, ну скажем так, у нас был свой личный для этого дракон. Опять же, не обязательно, но если вы прям хотите своего личного дракона, чтобы летать тудым-сюдым, Адавинг нужен. И также обязательно нам нужен крик, полностью прокачанный на подчинение воле, который берётся в Драгонборне по сюжетной линии. После того, как мы забафались, собственно, по, ну там, Талоса, перевоплощения дракона и т.д., мы начинаем звать нашего Адавинга. И смотри, внимание, после того, как ты вызываешь Адавинга, у тебя, ну, довольно-таки долгий кулдаун. То есть ты не можешь сейчас не использовать какие-либо крики, пока не пройдёт, собственно, это самое КД. Поэтому я рекомендую это всё дело делать. Ну, типа снижение кулдауна крика. Тут я немножечко перемотаю время, чтобы тебе миллиард лет не ждать. Вот смотри, Адавинг до сих пор летает, кулдаун у меня прошёл. Мы берём, выбираем подчинение воле и стараемся попасть в нашего Адавингуса. Получилось у меня это, конечно, не сразу, но я смог-таки в него попасть. Не обязательно, ну, прям в него стрелять, там, радиус у крика на самом деле большой. После чего Адавинг приземляется. Чем я могу служить тебе, Туэль? Чем я могу служить тебе, Туэль? Теперь, как вы видите, мы можем взлететь, сесть на него и полететь. И всё будет чики-брыки нормально. Но мы будем кружиться на одном месте, там, где мы на него сели. И теперь, смотри, мы с тобой выбираем, например, Данстар. Полететь. Можно выбрать любую точку, которая у тебя разблокирована. Это важно. Он может летать только туда, где у тебя разблокировано. Не в любое пустое место. Даже локацию, которую ты видишь, но она у тебя не разлочена, ты всё равно лететь не можешь. Вот. И так вот, смотри, получается то, что мы сейчас телепортировались в Данстар. Ну, типа, совершили fast travel на драконе. Но мы заходим в наши загрузки. И у нас, видишь, создался автосейв при быстром перемещении. Мы его загружаем. Этот автосейв, если что, он будет всегда срабатывать при быстром перемещении. Это также работает, если ты не на драконе сидишь. И мы появляемся там же, на том же месте, где мы только сели на Ада Винга. Вот, видишь, возле Вайтрана. И теперь этот дракон в реальном времени будет лететь до Данстара. Куда ты указал свою точку. Повторюсь, из модификаций, которые что-либо меняют в игре, у меня только неофициальный патч. Пока ты летишь по пути, ты можешь нажать клавишу Е. Ну, или на какое там у тебя взаимодействие. И ты можешь посадить дракона в любой точке. Вот, допустим, я остановился в лагере великанов. Даже, допустим, еще когда не долетел до Данстары. В принципе, изично-пусично. Ну, и разумеется, чтобы продолжить свой полет, если Ада Винга у вас еще не улетела и находится рядом с вами, вы также снова кричите на него подчинением воле. Он садится, вы залазите, указываете точку, куда лететь. Фаст-тревел совершается. Потом вы загружаетесь на то самое автосохранение. И, в принципе, и все. И вот таким вот образом можно в реальном времени наблюдать, как дракон вас переносит из точки А в точку Б. Также вы можете это делать и абсолютно на любых драконах, которые встречаются на карте. Кроме Партурнакса и этого, Искаирна Душ, который, Дюрвинир, вот. Вот на них летать нельзя, если что. А на всех остальных можно. Абсолютно любые рандомные драконы, плюс Ада Винг, это, считайте, такой вот таксончик. Все. Надеюсь, я вам ответил и показал абсолютно все ответы на все вопросы, которые вас интересовали. Приходите на трансляции. Они, кстати, происходят каждый день в 16.00 по московскому времени. Всем большое спасибо за просмотр и до скорых встреч.